Уважаемые средства массовой информации, я, конечно, прошу прощения за то, что приходится комментировать. Вот этот цирк, который у нас произошел сегодня, ну, в принципе, начало цирка был вчера на рабочей группе, когда мы обсуждали вопросы касаемо регламента. Сегодня мы получили его продолжение, только немного в другой инсценировке. Но было видно явно, что уважаемые коммунисты просто не хотели обсуждать, скажем, эти вопросы и вообще просто не хотели их выводить на комитет. Хотя это касалось внутреннего регламента. Мы понимаем, что их желание не принимать его, это однозначно связано с тем, что они тогда будут работать, и здесь необходимо работать, а, к сожалению, это не их повод. Что касается инсценировки театрального падения Николая Николаевича Бондаренко, ну, вы видели все свидетели, когда я пытался выйти из зала, он препятствовал моему продвижению, в конце концов мы дошли до этой площадки. Дальше, когда я понимаю, что там ступенька, я пытался ему помочь, все-таки театральное падение было произведено, он специально даже посмотрел, как он будет падать, это видно на видео, и после того, как он упал, я все-таки пытался ему помочь, на что он сказал, вы хотите у меня отнять телефон, ну, понятно, что человек уже не требует помощи, он все сделал. Но я бы хотел просто обратить внимание на то, какие заявления были после этого сказаны, и то, что я должен сидеть в тюрьме, и то, что я не увижу Совет Федерации, и это будет последний день у меня в Думе, ну, понятно, что желание получить от этого максимальный эффект, театральный максимальный эффект, политический максимальный эффект, оно было налицо. Я, как бы, официально заявляю, что данный вопрос будет рассматриваться и жаловаться мандатную группу, буду подавать жалобу, потому что мне необходимо понять и оценить эти действия, которые сейчас происходят. Куарно, конечно, я могу сказать, что говорилось коммунистами в рабочей группе, это однозначно вы получите неделю от таких вот рабочих групп и комитетов, то есть, в принципе, было понятно, что уважаемая фракция была настроена не на работу, а на какой-то перформанс, на какую-то провокацию. В принципе, мы провели рабочую группу, мы провели ее в рамках регламента. На тот момент, когда мы не смогли, реально не смогли продвигаться по вопросам дальше, нам пришлось провести ее в таком виде, не слушая их выкрик, завершить рабочую группу и вывести все вопросы, которые мы должны были обсудить на рабочей группе, именно на комитет.